Так, значит, запись включена. Поехали. Здрасте всех, рад видеть, кто подключился. Надеюсь, что кто хочет подключиться, но не подключился, это сделает. Ну, а я начну. Я Лохтруф Вячеслав, сотрудник компании «Специалист». Можно найти меня в списке преподавателей. Я просто покажу. Веду курсы по Линуксу в Центре обучения «Специалист». Но на самом деле основное место моей работы – это МГТУ имени Баумана. Там я работаю инженером. По некоторым причинам не занимаюсь преподавательской деятельностью. И, соответственно, совмещаю свою инженерную работу в университете по поддержке сети с преподавательской. Тема сегодняшнего нашего занятия будет попытка показать, что в системе мониторинга Zabbix имеется замечательный механизм LLD. И я постараюсь объяснить, что он очень крутой, им легко пользоваться. И попробую привести какой-нибудь хороший пример. Ну и каким-то образом мы это к DevOps привяжем. Потому что мне сказали, тут надо DevOps двигать. И попробуем его двигать. Для своей основной работы и для преподавательской, и для инженерной я использую свое методическое пособие. Вот с таким вот адресом. Если вам понравится его использовать, можете тоже использовать. Ну а я буду вести вебинар как раз по плану лабораторных работ. План лабораторных работ находится в разделе материалов и методики чтения курсов. Здесь курсы, которые я читаю. И в том числе вебинары, которые я провожу. И вот тема вебинара сегодняшнего. Zabbix – низкоуровневое обнаружение. Это просто. Как когда-то были книжки радио, это просто. Телевидение – это просто. По аналогии пример. В принципе, я буду очень рад, если вы захотите это воспроизвести у себя дома. Поэтому начну прямо с самого начала. У нас 45 минут. И я надеюсь, что мы все успеем. С самого начала я возьму образ виртуальной машины, ссылку на который я специально здесь положил. Я и мои товарищи очень любим Debian, Linux. И в принципе, есть в методической статье, объясняющая это. Сам образ я уже скачал. Он у меня в разделе загрузки находится. Так что я установил VirtualBox. Не буду тратить на это время. И все это вы можете сделать у себя дома на домашнем компьютере. И смело попробовать этот эксперимент воспроизвести. Ну, чтобы было красиво, я дам имя виртуальной машине. А все остальные параметры оставлю по умолчанию. Тут немного памяти. Нам достаточно будет для экспериментов. Сейчас она должна за какое-то небольшое время заимпортироваться. Это просто проинсталлированный по дефолту образ Debian. И, в общем, ничего там особенного нету. Разве что некоторые шаблоны файлов конфигурации там есть. А так прям чистый Debian. Но пока он раскрывается, за что мы его любим? Любим мы Debian за то, что это самый гнусный дистрибутив. Самый гнусный дистрибутив – это сборище всех, которые только можно найти. Программы открытые, бесплатные. Да, лучше говорить не бесплатные, лучше говорить открытые. Так, интернет. Давай, люди смотрят. Вот сайт очень классный у Debian. Видите, никакой мишуры, попсини нету. И, в общем, 59 тысяч пакетов уже готово с компилированного ПО. За это время, пока я хвалил Debian, у меня проинсталлировалась машина. Если вы это дома будете воспроизводить, то лучше, если вы в этой машине настроите сетевую карту, сетевую карту, подключив ее мостом к физическому сетевому адаптеру. Причем, неважно, это проводной адаптер, Wi-Fi адаптер, все будет работать. Значит, ну, это действие делать дома не обязательно. Я на всякий случай здесь сделаю. И запущу эту машину. Сейчас мы ее превратим в Zamex. Опять же, заценим, насколько времени и сколько усилий для этого потребуется. Дорожайся. Так, опять же, если вы это дома воспроизводите, то, наверное, будет неплохо, если я напишу реквизиты доступа к этой машине, поскольку иначе потребуется лишних 5 минут, чтобы пароль рутовый сбросить. Реквизиты такие. Значит, учетная запись root. Всегда повторяю, что в реальной жизни не надо этой записью пользоваться, надо использовать суда и персональную учетную запись. Но на курсах, особенно на старших, мы себе это позволяем, чтобы сократить время и длину команды. Поэтому подключаюсь к учетной записью. IP-адрес получим динамически. У вас дома наверняка есть какой-нибудь роутер, который раздает. И команда DHC-клиент Ethernet 0 IP-адрес сейчас нам присвоит. Я этот адрес узнаю, команда IPA. И сейчас подключусь уже более удобным способом к машине через какой-нибудь SSH-клиент. Опять же, в образе настроен SSH серый и, собственно, разрешен доступ пользователю root, чего тоже делать в нормальной продакшне не нужно. Так, подключаюсь и продолжаю. За что мы любим Debian? За то, что там все есть, в том числе есть Zabbix. И вот, дождавшись выхода 10-го Debian, я адаптировал курс под 10-й Debian. Выйдет 11-й Debian, под 11-й. Можно Ubuntu использовать, ничуть не хуже, не лучше. Вот, значит, пользуюсь всеми преимуществами Debian. Имеется общий репозиторий, сверху 59 тысяч программ там находятся. Вот, в том числе находится Zabbix. И сейчас я запущу процесс инсталляции Zabbix и немножко расскажу, как мы на этот Zabbix вышли у себя в университете. Значит, не буду пока комментировать, что здесь ставится. А может быть, буду, ну, вернее, нажму на Enter сначала, чтобы время не терять. Вот, значит, ставится сам Zabbix, Zabbix, Zabbix сервер. Сразу же пакет собран с поддержкой базы данных в формате MySQL. Тут же будет установлен MySQL. На эту же машину установим Zabbix-агент, чтобы такая базовая конфигурация у нас развернулась, от которой мы будем прыгать. Например, на курсах мы, наоборот, все делаем руками с самого начала. Вот, никаких агентов. Вот, смотрим, как это работает. Ну, а для темы вебинара такой вариант лучше всего. Значит, ставится Zabbix Frontend, графическая оболочка для управления настроек, настройками, что мы мониторим. И еще парочка таких пакетиков, которые пригодятся в дальнейшем. Значит, как мы вышли на Zabbix в институте? Работаю я довольно давно, сетью занимаюсь с конца 90-х годов. И, честно говоря, вот когда-то смотрел историю, Zabbix тоже появился достаточно давно. Не исключено, что тоже вот в конце 90-х. Но как-то на слуху были другие системы, и мы использовали, до сих пор используем Nageos. И даже, что греха таить, графики у нас МРТГ рисуют. Вот, кто такие. Если есть старые админы, то для них эти слова не пустой звук. Ну, и, как любые инженеры, такой косностью обладали, все, что нам надо мониторить, настраивали вот через эти две системы. Пока не столкнулись с очередной задачей. Причем было две задачи очередных. Первая задача, значит, руководитель центра Дмитрий Юрьевич Гудзенко как бы предложил мне читать запись. Сказал, вот востребованная система. Вячеслав, не хотите ли вы, значит, за это дело взяться? Вот, это первая задача. Вот, но на самом деле я предпочитаю читать только то, стараюсь, по крайней мере, максимально читать только то, то, что использую как инженер. Это, во-первых, приятно, когда ты не просто там продукт изучил, а он тебе помогает что-то делать. Вот, и вторая причина – обратная связь. Пока расскажешь, как продукт работает, заодно узнаешь очень много о нем, и я всем вам рекомендую. Да, когти, Петр написал, когти. Для когти мы не дошли, Петр. Встали на МРТГ, вот, и собирались когти, собирались, но продолжая. Так вот, вторая задача, вторая задача. У нас университет на хорошем счету у многих вендоров, и, собственно, в связи с этим часто одаривается всякими, ну, часто одаривается, а часто не одаривается, часто просто покупаются. И вот как раз речь идет про то, что покупаются лицензии на различные продукты. Вот, значит, часто эти продукты стоят очень дорого, и хочется купить лицензии столько, сколько нужно. И вот представьте себе задачу. Значит, сервер лицензий, под Windows, кстати, работающий, выдает лицензии, и нужно прямо оценить, вот, насколько они используются. Потому что совершенно другие люди в других классах учат каких-то студентов, значит, они запускают копии продукта, значит, лицензии, соответственно, используются. Бывает пик, там, использование лицензий. И надо узнать, вот, сколько реально используется, сколько там надо маткадов купить, чтобы, значит, учебный процесс шел. Ну, вот, и Zabbix для этого хорошо подошел. И вот этот LLD как раз нас здорово выручил. Ну, самое время двинуться дальше и посмотреть, что это такое LLD и как оно нам поможет. Значит, ну, начну я с того, что посмотрю, какую же версию Zabbix у меня установил 10-й дебен, вернее, входит в 10-й дебен. И вижу, что версия 4.0.4, то есть четвертый Zabbix. На самом деле, если посетить страницу Zabbix, то мы увидим, что там уже есть версия 4.4 и даже 5.0. Поэтому версия не самая свежая. Это, конечно, не хорошо. И если вы планируете разворачивать Zabbix в какой-то там среде настоящей, то, конечно, лучше взять свежую версию. Но, с другой стороны, я также являюсь не сторонником использования всяких сторонних репозиторий, репозиториев. Не значит, что это я никогда не делаю и прочее, прочее. Я считаю так. Если входящий в стандартный набор пакетов дистрибутив программы меня устраивает функционально, то я использую его. Если же в этом дистрибутиве отсутствуют какие-то киллер-фичи, которые есть в новой версии, и, собственно, без них никак не обойтись, то тогда, да, значит, тогда вставим из репозитория автора, вендора и вот таким вот образом. И будем считать, что вот базовый Zabbix меня устраивает, поэтому двигаемся дальше. Значит, не все хорошо в Debian, но я имею в виду в сборке пакетов. Например, Zabbix не будет работать с текущей конфигурацией MySQL, надо разрешить вот эту вещь. Если интересно, что это такое, погуглите. Ну, а сам сервер надо после этого перезапустить. Ну и дальше открываем документацию к Zabbix, и там сказано. Для того, чтобы развернуть Zabbix, создайте базу данных Zabbix с определенными параметрами в SQL-сервере. Ну и просто можете взять методичку и копипастить. Создав базу данных и создав пользователя с правами доступа к этой базе данных, мы можем развернуть, собственно, структуры данных. Тут аж целых три файла. В одном файле схема данных, там огромное количество таблиц, в которых будут храниться результаты мониторинга. Что мониторить? Результаты мониторинга и все остальное. Вот. А также почему-то в отдельный файл выложены картинки изображения, которые тоже в мониторинге можно встретить всякие. Так. Ага. Давай. Вот. И также набор изначальных данных. Изначальных данных. Ну, сейчас, когда запустим, мы увидим, что это за набор изначальных данных, что там можно расширить. Значит, база данных создана. Теперь в файле конфигурации сервера Zabbix мы объясняем, куда ему подключаться, где его база данных. И, собственно, проще всего прямо в конец файла добавить вот эти строчки. Значит, база данных находится на этой же машине. Подключаться. Называется она Zabbix. Подключаться учетной записи Zabbix и с паралем Zabbix. Короче, безопасность на высоте. Да, по умолчанию он не включен. Тоже интересное свойство Debian. Очень многие пакеты после инсталляции сразу же начинают работать. Причем даже бывают с неправильными файлами конфигурации. Debian, конечно, хорош для инженера. Он просто все делает за тебя. Вот, ну, если честно, то если так вот какой-нибудь у вас есть знакомый студент, который говорит, как бы мне изучить Linux, да, советуйте ему что-нибудь страшное, типа Gento или Arche. Вот, там, конечно, руками много приходится делать. Вот, ну, в продакшене, конечно, надо использовать что-то инженерное. Debian – отличная вещь. Так, мы включили его автозагрузку, запустили, и он у нас уже начал работать, и даже уже что-то начал мониторить благодаря вот этим вот данным, которые есть. Но чтобы увидеть, что он там мониторит, или чтобы поменять, что он там мониторит, нам нужно установить фронтенд. Фронтенд для Zabbix написан в формате веб-приложения, написан на PHP. Вот, и мы тоже одним махом, одной командой все это установили. И сейчас, вот, хорошо видно родина, запись, да, некий сотрудник некоторого рижского банка решил написать систему мониторинга, которая бы помогла ему администрировать сеть этого банка. Я думаю, таких историй было очень много, а вот это увенчалось колоссальным успехом. Значит, сотрудник оказался отличным программистом, и не только программистом, но еще и дизайнером продукта, да, то есть была продумана такая хорошая система, которая очень многим понравилась. И сейчас мы устанавливаем фронтенд к этой системе. Значит, фронтенд тоже надо настроить, и можно использовать либо визард, который не хочется мне сейчас открывать, либо результаты этого визарда будут представлены вот в таком вот файле, и я его просто вручную отредактирую, да, здесь тоже можно увидеть, где база данных, вот, собственно, на каком порту сам Zabix работает. В общем, приходите на курс, все это подробно расскажется, а мы двигаемся все-таки вот, что за киллер-фича такая в Zabix, которая может здорово вам пригодиться, понравиться, и которая реально вот сработала в университете, мы его начали использовать. Значит, подключаюсь я, вспоминаю, какой у меня IP-адрес, вот он у меня, какой IP-адрес, и подключаюсь к фронтенду. Фронтенд Zabix. Так, открываем документацию, там сказано, что по умолчанию используется учетная запись admin, кстати, именно с большой буквы, по-моему, вот, и Zabix. Вот, можно сделать другие учетные записи, права, доступ, вот, все это в курсе есть. Ну, а мы смотрим, что у нас только по умолчанию есть. И по умолчанию у нас в конфигурации уже мониторится, уже мониторится, сам себя Zabix сервер уже мониторит. Значит, Zabix сервер себя мониторит и мониторит те параметры, которые описаны вот в этих вот шаблонах. Ну, особенно интересовать нас будет шаблон OS Linux. То есть, чем хорош Zabix? С тем, что вы можете 10 Linux в него добавить, на все наложить шаблон, и все ваши 10 машин начнут мониторить. Но что же они мониторят? Давайте подумаем и подойдем к этому вот с такого края. Смотрите. Значит, Zabix LLD на пальцах. Сейчас попробую объяснить, что такое LLD и для чего оно нужно. Мы мониторим какие-то параметры, которые нас могут интересовать. Например, нас может интересовать, сколько на сервере осталось доступной оперативной памяти. И, соответственно, беспокоимся о том, что на каких-то серверах она может закончиться, и тогда надо предпринимать какие-то действия. Как вообще в Linux узнать количество свободной оперативной памяти? Честно говоря, способов много, и я вот выберу вот этот. Имеется вот такой вот файл необычный, в котором содержится много чего интересного, и в том числе содержится вот это вот значение. Вот столько оперативной памяти у нас свободно. Можно там проверить, как она коррелируется. Вот столько используется, а вот это минус, вот это будет свободно. Хорошо. Соответственно, как Zabix это значение получить? Как получить? Автор Zabix решил, что будет гораздо проще, если это не надо будет делать с помощью каких-то скриптов, или там PSNMP, или еще что-то, а придумал идею, при которой на узлы, которые мониторятся, устанавливается агент. И, соответственно, есть Zabix-агент под множество операционных систем, под Windows, под Linux, под MacOS. Под кого нет агента? Под CISC, я не знаю, агент. Поэтому в CISC и мониторе с Zabix не используя агент. А так у нас с вами работает агент. Это Ждебен. Мы его установили, и, пожалуйста, он работает. И я могу сказать, просто покажу, Zabix сервер работает, и работает Zabix-агент. Видите? Так, Zabix-агент. Хорошо. А что можно узнать, с помощью Zabix-агента? Вот что можно узнать. С Zabix-агентом идет вот такая вот утилита, ну, точнее, это он же сам. Но если вы запустите его с ключом минус P, минус P, интересно, только сейчас я задумался, от какого слова P. Ну, видимо, параметры, да. То он выведет на экран все, что он может мониторить. И если так вот отфильтровать то, что нам нужно, то мы можем увидеть, что он умеет сообщать Zabix-серверу информацию о составе памяти. Лезем в документацию и узнаем, что этот параметр может в том числе и доступную память показать. Вот. Ну, раз он это может, идем на Zabix-сервер и говорим, дай-ка нам Zabix-агент, работающий на вот этом вот сервере. Узнаете, да, сервер, у нас все на одной машине. Параметр, который называется VMM-resize. Да еще нас интересует этот параметр с аргументом AVEABLE. Вот. Ну, и, честно говоря, наверное, не наверное, а точно вот эти цифры коррелируются. Да, то, что мы с вами здесь видим, килобайты прекрасно переводятся вот в эти вот байты. Так, хорошо. Ну, и остается только сказать, что с раздачей в примере сразу же Zabix это уже мониторит. Если вот зайти в раздел конфигурация хост и посмотреть, какие элементы вот айтема мониторятся у нас. Давайте я покрубнее, что сделаю, то в записи это будет совсем. Вот. Еще раз. Конфигурейшн, хостс, айтемс. Вот. То можно здесь найти элемент код mem, да, mem. И мы видим, да, AVEABLE MEMORY. Видите, как раз то же самое все читается. И даже можно посмотреть какое-нибудь текущее, что там оно успело намерить за это время. Вот. Ну, такое ощущение, что придется немножко уменьшить. Уменьшить. Так, мониторинг, latest data. Так, ну, как элементы. Ага, AVEABLE MEMORY. Если, соответственно, график уже рисуется, да. Количество памяти падает. Видите, да. Ну, что делать? Такая у нас жизнь. Ладно. Это одинокий элемент. Но некоторые элементы, некоторые элементы не в одиночном варианте встречаются, а в множественном. Например, также нас может интересовать, сколько свободного места осталось у нас в блочных устройствах. И вот количество блочных устройств, в отличие от оперативной памяти, может быть различным. На сервере может быть два блочных устройства, три, одно и так далее. Если посмотреть тот образ, который я подготовил, Debian, то в нем сразу же два блочных устройства. Ну, как посмотреть количество блочных устройств? LS, BLK. Команда вот такая вот. И здесь видно, что имеется вот SDA. А, не прав. Не блочных устройств, не блочных устройств, а разделов. Наврал. Да. Блочные устройства нас с вами ждут. Так. Да, под ESXi. Да. Ребята, про вопросы я так сейчас как бы увлеченно рассказываю и могу не это самое, не заметить, но в конце обязательно посмотрю. Соответственно, два раздела. Видите, раз и два. А может быть больше разделов. Три, четыре, пять и шесть. И как в Linux посмотреть, сколько места занимает раздел? Вот, пожалуйста, команда DF с определенными ключами. Вот. И возникает вопрос, как бы сделать так, чтобы Zabbix, во-первых, все разделы начали мониторить раз. Во-вторых, если мы какой-то раздел добавим, то он добавится. А если раздел исчезнет, то он исчезнет. Вот. Давайте думать. Значит, идем на Zabbix-агент и говорим, слушай, Zabbix-агент, что-нибудь у тебя подходящее есть для мониторинга, какой-нибудь параметр, который и относится. И вот действительно VFS, FS-сайс-параметр имеется. И также в документации рассказывается, с какими аргументами может этот параметр использоваться. Ну и документацию вы можете почитать самостоятельно, а я такой результат покажу. Количество свободного места можно определить, подключившись к Zabbix-агенту, он у нас на той же машине, и прочитав сочинение его параметра с аргументом free. Вот у нас место на корневом разделе, вот у нас место на boot-разделе. Вот, вопрос в Zabbix-е, это уже мониторится или не мониторится? Значит, ну, если так вот ткнуться сюда сразу же, и, честно говоря, для меня это было некое открытие, когда я начинал изучать Zabbix, я вдруг увидел, что количество элементов как-то меняется, что когда все началось, то, соответственно, я не нашел. Здесь не нашел, не нашел здесь информацию о дисках. Дисках не нашел информацию о дисках, а спустя некоторое время каким-то волшебным образом появилась информация, что на таком-то диске столько-то памяти, столько-то, и вот для меня было непонятно, от чего это берется. А вот от чего это берется. Дело в том, что в Zabbix есть механизм, ради которого мы здесь собрались, который позволяет периодически выяснять, не поменялся ли список элементов, которые надо мониторить. И из коробки в Zabbix-агенте имеется возможность выяснить, какие разделы у нас на Linux-системе есть. Значит, для этого используется вот такой вот ключ. И сейчас я запрошу Zabbix-агента значение этого ключа. Вот так вот его запрошу. Ну, я скопирую всю строчку. Скопирую всю строчку. Ну, вернее, я хотел вот так вот показать. Вот такая вот страшная вещь. А если пропустить это через утилиту JSON-квели, то мы с вами увидим именно красивый JSON. Это формат, очень популярный в среде программистов и очень популярный в среде DevOps. Это формат, называется формат сериализации. И удобен он тем, что из программы очень легко выгрузить сложные структуры в этом формате. И обратная задача в программу – легко загрузить сложные структуры, используя формат JSON. Ну, не то, чтобы здесь была очень сложная структура, но можно тем не менее благодаря этому разглядеть, что имеются нужные файловые системы. Файловая система корневая, видите, тип X4 и файловая система BOOT X2. Все остальные файловые системы упоминаются в курсе администрирования Linux и в курсе безопасности, там, C-Growse и так далее. Сейчас нас это не интересует, нас интересует, не кончится ли место у нас на жестком диске. Так вот, если пойти в текущую конфигурацию Zabix, то можно обнаружить, причем сейчас я вот как бы не буду рассказывать подробно про шаблоны, будем работать прямо вот с хостом, то можно обнаружить, что у нас в настройках узла имеется вот такой вот элемент – discovery rules, discovery rules, тот самый, ради которого мы с вами собрались, вот, и мы как раз сейчас с вами сюда зайдем. Значит, периодически Zabix производит просмотр смонтированных файловых систем, смонтированных файловых систем и использует запрос к Zabix-агенту как раз на предмет вот этого ключа. Получает вот этот страшный JSON и отфильтровывает из этого страшного JSON только те строчки, у которых файловая сервис-тайп совпадает вот с этим вот регулярным выражением. Сами регулярные выражения можно, в принципе, тоже показать. Это, значит, в разделе administration, разделе administration, так, или не administration, или administration, так, general, 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 regular expression. И вот наш с вами файл system discovery. Ну, кто с регулярными выражениями работал, тот понимает, что здесь написано, что интересуют только результаты, которые начинают и заканчиваются. Ну, вот X4, X2, X3. И работает это как часто, configuration, host с discovery. И работает это раз в час, видите, да. Ну, если поставить раз в минуту, то уже на нашей памяти это дело сработает. И что же оно найдет? Что оно найдет? Оно найдет элементы. Нет, оно не найдет элементы. Оно найдет разделы. И для этих разделов создаст элементы. Какие элементы создаст? Ну, например, оно создаст элемент свободное место на вот таком-то разделе. Соответственно, элемент будет строиться на основании вот этого вот ключа. Ну, и, насколько я помню, мы с вами этот ключ уже использовали, да. Через минуту мы должны будем это увидеть. Теперь к ульминации. Значит, в институте у себя, в университете, мы, поняв, что Zabbix имеет механизм, позволяющий ему периодически перечитывать количество элементов для мониторинга, написали страшный скрипт, который с Windows загружает статистику по используемым лицензиям. Вот. И, собственно, этот список, эта статистика меняется. То есть легко добавить какую-нибудь новую лицензию на новый продукт. Бывают лицензии сложные, модульные. Там, например, какой-нибудь продукт с кучей модулей. И, опять же, надо покупать отдельные модули. И вот все это хозяйство у нас прекрасно мониторится, рисуются графики. Можно посмотреть, сколько лицензий реально нужно в течение года и оптимизировать, собственно, закупки, планировать на следующий год. Что еще нам здорово пригодилось? Значит, также у нас задача очень много сетей, в которых раздаются реальные адреса по определенным причинам. И, соответственно, нужно мониторить, не заканчиваются ли реальные адреса динамически в этих сетях, перекидывать адресные пулы там из одной сети в другую. И, опять же, состав сетей разный, может меняться, добавляться сети, удаляться. И мы научили ZAPEX анализировать списки сетей и, собственно, актуально выгружать из статистики DHCP сервера информацию, сколько каких адресов в каких сетях было использовано. Значит, эти примеры рассматриваются в курсе, но мне всегда хотелось какой-нибудь такой простой, полезный пример найти. И вот я его задумал, заготовил и про него расскажу. Значит, у нас с вами сейчас мониторится использование дискового пространства, но также нас может интересовать вопрос о интенсивности ввода-вывода. Интенсивность ввода-вывода в системе. И, соответственно, хотелось бы иметь возможность увидеть, когда там нагрузка на дисковую подсистему была значительная, когда незначительная и так далее. Исследования показали, да, ну вот, соответственно, как в Линуксе посмотреть на загруженность файловой системы. Вот команда замечательная, IO-STAT. И вот она показывает, что у нас имеется блочное устройство единственное. Вот на это не смотрим. Это не буду сейчас объяснять, что такое. Вот реальный диск, да, и вот он, собственно, там вот такая на него нагрузка. Если посмотреть на Zabix-агент, то он имеет вот эти вот ключи. Имеет вот ключи. И, соответственно, в Zabix-документации, в Zabix-документации можно почитать, с какими параметрами эти, с какими аргументами этот параметр Zabix можно использовать. Ну и, соответственно, здесь можно смотреть, там, сколько прочитано. И дальше, там, байт или вот здесь секторов в Линуксе учитывается. Сколько секторов он. Вот таким образом остается решить вопрос, а можно ли... Тут это... А, ну ладно, сейчас это самое, да. Сейчас в конце будут ответы на вопросы, да, сейчас не буду отвлекаться. Так, соответственно, вопрос, а можно ли как-то узнать, какие у нас блочные устройства есть. Вот, если честно, то в нашей версии Zabix-а ответ на этот вопрос нету. Значит, к радости моей и огорчению одновременно, оказалось, что уже в версии 4.4 этот вопрос был решен. Появился вот такой вот ключ Zabix или параметр Zabix-агента. И в версии 4.4 наш с вами вебинар как бы особого веса иметь не будет. Ну, точнее, у него и не вес сделать вот что-то, чего нет на свете, а вес объяснить, как можно настроить мониторинг элемента, количество у которых элементов, количество которых меняется. И вот в данном случае мы идем по пути, что в версии 4.0 этого нету. И, соответственно, как сделать. И вот мы с вами сейчас эту вручную сделаем. Познакомьтесь еще раз с утилитой LSBLK. Это утилита LSBLK. Действительно у нас, значит, имеется. И я, наверное, сейчас все-таки сразу же добавлю еще один жесткий диск, чтобы состав этого Zabix-а вывод этой команды, чтобы поменялся. Захожу в настройки виртуальной машины, на носителе, добавляю жесткий диск еще один, параметры его по умолчанию, и, соответственно, окей. Соответственно, окей. И запускаю. Раз уж множественность, то пускай будет множественность. Вот. Если захочется, можно будет третий добавить. Так. Добавить третий. Сейчас он загрузится. Я к нему подключусь и продолжу. А, вспомнил. Хотел сэкономить время и не назначил IP-адрес. Так, команда DH-клиент. Ну, IP-адрес должен выдаться тот же. Пробуем. Так, вот оно взлетело. Хорошо. Двигаемся дальше. Так вот, LSBLK. Вот, пожалуйста, теперь у меня два блочных устройства. Дальше вот рассказываю на курсе. Я показываю, как, например, да, использую прямо пример из университетской практики. DHCP-сервер у нас, несколько сетей. И, соответственно, в этих сетях выдаются IP-адреса. Приходится писать адские скрипты на баши. На другом языке я не умею писать. К сожалению, когда-нибудь выучу питон. Либо первого, либо баш пока. И, соответственно, баш генерит JSON. Какова же была приятная неожиданность для меня, когда я увидел, что классическая утилита Linux пару лет назад, вот не больше, раньше такой возможности не было, обзавелась вот таким вот ключом. минус D, минус D, это на самом деле выведет информацию по блочным устройствам. А вот ключ G, это в формате JSON. То есть классические Linux утилиты начали адаптироваться к DevOps. И теперь скоро вы будете набирать команду PS, она будет выводить вам все в JSON. Готовьтесь, короче, читать. И получилось, что для того, чтобы Zabbix сервер понял вывод этой утилиты, остается его немножко модифицировать. Ну, как старый админ, я знаю варианты использования команды SED. И фактически, прочитав документацию к Zabbix, я узнал, что ему нужно для анализа атрибуты вот в таком вот виде выдавать, да, девные и девтайп. Ну, по аналогии с тем, что мы с вами видели для файловой системы, да, они называют это макросы, да. И, соответственно, один из макросов девтайп мы будем использовать для фильтрации. Нас интересуют только диски, а оперативная память нас не интересует. А вот эти макросы мы будем использовать, собственно, для подстановки аргументов. Ну, и, соответственно, сейчас я обучу Zabbix агент вот этому новому параметру. Опять же, вы на курсе, также всем хорошо известно, что список параметров Zabbix агента легко расширяем, и можно с помощью юзер-параметр. Вот фактически я, увидев, что в Zabbix 4.4 это реализовано, просто-напросто взял и начал воспроизводить именно то, как там это сделано. А там как раз имеется вот такой ключ, WFF-Discary. Значит, сохраняю параметр Zabbix агент, сервис Zabbix агент надо перезапустить, restart. Вот, и, соответственно, да, ребят, сейчас по вопросам, да, не отвлекаюсь, поэтому извините, но еще раз стараюсь. И можно посмотреть, список ключей Zabbix агента поменялся или нет. И вот, посмотрите, да, появился Zabbix Discovery ключ. Вот, ну и, соответственно, попробуем к нему обратиться. Попробуем к нему обратиться, попробуем что-нибудь прочитать. Вот, посмотрите, теперь Zabbix агент возвращает нам результат утилиты LSBLK. Утилита LSBLK все это сразу в JSON выдает. Круто, и единственное, что я там с помощью мутных вот этих вот седов подправил немножко вывод, так, чтобы он соответствовал документации Zabbix. Так, ну что, пора, пора превратить Zabbix 4.0 в Zabbix 4.4, превращая. Значит, я все-таки пойду в конфигурацию шаблона, представим, что у нас там 10 линуксов, и, собственно, все они мониторятся, и я хочу, чтобы на 10 линуксах у меня началась мониториться дисковая активность. Значит, модифицирую шаблон template OSLinux. Захожу в раздел Discovery Rules и добавляю, и добавляю, добавляю новое. Прям буду делать все, как вот уже сделали в версии 4.4. Делаю. Так, делаю, делаю. Значит, вот так оно называется. Блок Device Discovery. Периодически, пожалуйста, анализируйте, не поменялся ли у нас список блочных устройств. Для этого использую Zabbix Agent и использую вот этот вот ключ, ключ, который только что я сделал. Так, пускай по умолчанию раз в 30 секунд это делается, конечно, в продакшене такого необходимости нет, так часто это делать. Фильтр. Фильтр. Фильтр мы будем фильтровать. Только те устройства, у которых DevType совпадает со словом диск. Там еще был ROM, да, оперативно, совпадает со словом диск. Совпадает. Говорим, значит, Escary Rules. Фильтр. Говорим, добавить. Так, проверяю. Фильтр. Да, все есть на месте. Теперь, что делать, когда, собственно, будет найден очередной блочный девайс? Надо будет создать элемент, А в качестве прототипа этого элемента мы с вами создаем. Создаем прототип элемента. Значит, опять же, я прямо иду по пути, который реализован сейчас в 4.4. Значит, делаю вот такое имя будет прототипа. Что получается в результате? Получается, что элемент будет называться, например, SDA Disk Read Rail. Откуда этот элемент получит данные? Он получит данные из Zabbix-агента, из ключа, который был уже в версии 4.0. Вот этот ключ, VFS Def Read. Правда, это будет в секторах. То есть размерность будет в секторах в секунду. Сектор персеков. Поскольку нас интересуют, скорее всего, какие-то там мегабайты, гигабайты, терабайты, то мы воспользуемся замечательной… Да, кстати, float, потому что дробное число будет, да, тут вот надо мне не торопиться. float, потому что не целое количество в секунду, да. Сектор авто, он пишет целое количество, но если разделить это на время, то там могут быть дроби. Проверим. Значит, измеряться это будет в байтах. Прямо пишу по-русски, байт, русское слово, байт. Так, значит, раз 30 секунд блок с ним. Можно это привязать вот к типу данных, типа приложения File System, пускай будет. Так, ну и замечательная вещь – препроцессинг. Препроцессинг как раз и поможет мне вот эти сектора превратить, сектора превратить в байт, препроцессинг, и, соответственно, я добавляю, добавляю препроцессинг. Говорю, что меня интересуют не сектора, а байты. Что получается? Нужно просто количество секторов умножить, умножить на 512. 512 размер сектора, соответственно, говорю, добавить. Так, нет, не надо добавлять. Так, айтем прототип, препроцессинг, и говорю, добавить. Значит, появился элемент, который, собственно, отвечает за чтение. Вот. Замикс – классная вещь. Посмотрите, чтобы добавить прототип элемента для записи, поступить очень просто можно. Значит, ну, во-первых, надо посмотреть, не ошибся ли я где-то здесь, наверное, не ошибся. Я сейчас просто клонирую этот элемент и тщательно в клоне меняю read на write. Read на write меняю. Прям беру и копирую вот это слово write. В общем, очень удобная система, хотя я, как и мои коллеги, старый админ, говорим, все там надо в файле конфигурации, руками, вот как в Nagyos, так мы и делаем. Вот, но объективности ради надо сказать, что, конечно, здорово это экономит время. Вот, все остальные параметры идентичны. Вот, и говорю, добавить. Ну, и если я, рассказывая, нигде не накосячил, то, соответственно, можно ожидать, что… Ну, во-первых, давайте посмотрим, помните то, что из коробки уже работало, у нас Discovery List, да? Это, значит, Mounted File System, интересно, у нас там появились элементы, элементы со словом диск. Ну, давайте посмотрим, мониторинг, Latest Data, Latest Data, диск появились. Ух, какой диск вышел. Да, да, вот посмотрите, все появилось у нас. У нас появилась и информация о свободном месте на диске. Давайте я окошко раздвину, да. Я о свободном месте на диске, графики рисуются. И уже мой пример заработал, посмотрите, значит, скорость записи SDA, SDP. Вот, ну вот если про SDP поговорить, то график здесь будет довольно скучноватый. Почему же так? Дело в том, что диск SDP еще и не примонтирован. Ну, и чтобы вам было интереснее, я покажу примеры, как эту дисковую активность устроить безудержно. Значит, я сейчас диск SDP отформатирую, примонтирую это к какому-нибудь каталогу. Есть пустой каталог M&T. Вот, ну и вот сейчас мы устроим, сейчас мы устроим, ту-ду-ду-ду-ду, так устроим, не устроим. Ну, я так понимаю, что надо зайти в этот каталог M&T. Давайте зайдем в CD, M&T. Вот, и сейчас мы устроим жуткую дисковую активность. Вот, есть специальные утилиты для этого. Например, в курсе администрирования Linux рассматривается команда программа STRESS с таким названием. Ну, это нисколько не хуже. Что она делает? Значит, команда HEAD читает 1 гигабайт случайных данных и пишет их вот в этот вот файл. Вот, ну, случайные данные – это хорошая вещь, очень трудно кэшировать случайные данные, поэтому загрузиться все это должно нормально. И это мы с вами видим, да, видим на графике, видите, сразу пополз график. Вот, ну, если там минутку посмотреть, оно здорово подрастет. Вот, ну, а также очень легко устроить зверскую нагрузку по записи. Так, latest data. А, да, чувствую, тормозит моя машина, что-то не так. Зверская нагрузка на дисковую подсистему дает о себе знать. Так, latest data, соответственно, то же самое можно и для чтения, и для чтения. Вот, ну, здесь уже какое-то чтение. Так, а, так, write, подождите, write, не хочу write, хочу чтение. Latest data, sdb, read. Вот, вот он, график. Вот, ну, тут пока какие-то килобайты такие слабенькие, неинтересные. Ну, вот вам команда, которая устроит, которая устроит террор на чтение. Значит, эта команда ищет вот такое случайное значение в файле myfile. Опять же, поскольку все случайное, то никакое кеширование здесь не срабатывает и должна быть зверская нагрузка на диск в плане чтения. Ну, давайте посмотрим, отобразится ли она на графике. И, собственно, собственно, как-то не вижу я, как-то не вижу, то ли я смотрю. sdb, disk, read, rate, disk, read, rate, while, true, do, grep, myfile, don't. Мне кажется, у меня имеется myfile, да, довольно большой. А, ну, просто не дождался, скаканул график, да, посмотрите, да, до мегабайт, то есть я вот это вот смотрел. Вот, так что вот так мы с вами рассмотрели пример низкоуровневого обнаружения для полезной задачи. Единственная печаль состоит, и радость она же состоит в том, что в пятом Zabix, даже еще в 4.4 Zabix, ее решили. Ну, честно говоря, странно, что ее за 20 лет не решили. Вот, потому что, да, дисковая активность, конечно, это элемент, который достоин мониторинга. Вот, ну, а так, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Вот, от вас чего бы хотелось, если вы какую-то задачу мониторинга представляете себе, которая требует LLD, вот именно красивую, то напишите, потому что мне, как методисту, конечно, хочется придумывать какие-то задачи такие, которые бы прям хотелось реализовать. Вот, ну, а сейчас по вопросам, по вопросам, что там у нас с вами в вопросах. Я тогда запись останавливаю, вот, и, да, до новых встреч.